На соревнования съехались порядка 60 воспитанников детских краевых спортивных школы Сочи, Выселок и Армавира. Этим спортсменам от 9 до 18 лет, но за их плечами уже немало турниров и побед. Катя Трещилова, например, уже дважды становилась победительницей чемпионата края и в этом году намерена не сбавлять темпы. Тем более, что ей уже удалось поставить рекорды в Твери и Смоленске. И она единственная сочинка, уже вошедшая в состав команды, которая будет представлять край на первенстве России. Я отобралась на первенство страны. В том месяце были соревнования в Смоленске. Это был второй этап зональных соревнований. И была на третьем этапе зональных соревнований. Он проходил в Твери. По сумме этих двух соревнований я попала на первенство страны, которое будет проходить в Новоуральске уже в декабре. Ну, там уже посмотрим, какие будут успехи. Ну, получается, что одна еду из Сочи. Дистанция в полторы тысячи метров Кате далась относительно легко. 13 кругов спортсменке удалось преодолеть за 2 минуты 54 секунды и набрать 34 очка. Сразу после выступления девушек старшего возраста свою скорость и устойчивость на льду демонстрировали шортрекистки помладше. Количество кругов было, соответственно, поменьше. А самую короткую дистанцию в 500 метров среди самых юных первой удалось пройти Анастасии Фисенко из Армавира. А вот среди мужчин быстрее всех одолеть полторы тысячи метров удалось сочинцу Владиславу Тимошенко. Да и вообще нашим ребятам удается показывать наибольшее количество хороших результатов, отмечают специалисты. Зимние виды спорта в крае развиваются начиная с 1998 года, на самом деле. И с каждым днем их популярность становится все больше и больше. Когда ранее развивали шортрек, еще 5-6 лет тому назад у нас в выстрелках были хорошие специалисты. И там у нас как бы получилась основная база. То сегодня это все перекинулось на Сочи. Ну, это связано, естественно, с объектом, который у нас здесь есть. То, что в Сочи создана прекрасная база для шортрека и подобран сильный тренерский состав, отмечают и маститые спортсмены. Главный судья соревнований Марина Пулаева теперь надеется на то, что подобные турниры и впредь будут проходить в Сочи. Ведь до этого первенства края всегда встречала станица Выселка. Здесь все предусмотрено, все, что прописано во всех регламентах и меморандумах федерации, как международной, так и российской федерации, как и обежного спорта и шортрека. Конечно же, мы очень хотели, чтобы данные соревнования «Открытая перца Краснодарского края» прошли именно здесь. Тем более, что они очень важны для нас, как для каждого участника в отдельности, так и для нашего общего дела, как развития шортрека в крае, именно в Сочи. По итогам первенства судейским и тренерским составом будет сформирована сборная команда Краснодарского края по шортреку и команда Центра спортивной подготовки Сочи. Татьяна Нагорская, Борис Осин, телекомпания ФКТ.